Хотелось бы эти два курса обсудить сейчас. Вот Глазьев и Кудрин. В чем плюсы и в чем минусы? Чего в нашей стране не хватает? Не денег. Деньги есть. Глазьев, кстати, печатать собрался. Надо запустить станок. Не хватает доверия. Вы не доверяете государству. Государство не доверяет собственным госкомпаниям. Бизнес не доверяет государству. Государство не доверяет бизнесу. Что нужно сделать? Вот Кудрин считает, что надо сделать это начиная с суда. А Глазьев считает? Глазьев считает, что черт с ним судом. То есть вы говорите, что кругольный камень это судебная реформа, а все остальное уже за этой реформой идет. Я считаю, что среди структурных реформ это главное. Я вам отвечу. Когда экономист не может предложить внятного плана, никто не может нигде прочитать план Кудрина. Он начинает говорить... Судебная реформа предлагали конец еще в 2000 году. Я вас не перебивал. Экономисты прекрасно знают, что вы влете просто. Вы лжете, жест и глупец. Отлично. Значит, еще раз. Вы не понимаете, что такое право. Успокойтесь. И чем отличается программа непрофессионального человека, не понимая, ни с чего не сумевшего сделать в экономике, который довел ее до кризиса. Именно Кудрин в течение 15 лет определял все основные экономические решения. Сейчас что он говорит? Он не предложает никакого роста. Он говорит, стагнация будет 10 лет. Будет повышение пенсионного возраста. И нужно сократить все расходы. Кудрин говорит о том, что он не понимает вообще. Он говорит о независимом суде. А что людям нужно? Независимый суд? Нет. А почему не нужен? Я объясню. Потому что людям нужна законность и справедливость. Так это и есть независимый суд? Нет. 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 Это не независимый суд. А чем отлично? Это только люди, которые ничего не понимают. Независимый суд точно так же может быть коррупционным. Он точно так же может быть зависимым от взяток, от бандитов, от кого угодно. Вы знаете, сколько реформ у нас судебно идет? 30 лет. Деньги закращены гигантские. При этом результат стал хуже того, что было в советское время. Почему? Потому что ее делали болтуны. Так все-таки, чем отличается-то Глазевская модель от Кудринской? Вот нам, простым людям, пожалуйста, объясните. Кудрин и Глазин, это Глазев, это две фамилии, которые бьются за политическое влияние на президента и, возможно, в будущем за постпремьера. Они бьются за наше светлое будущее или? Они бьются за свою карьеру.